Солнце, шум океана, шелест листьев, пальм на ветру, Мальдивские острова, настоящий райский уголок на краю земли. Мне кажется, что Вселенная создала это удивительное место не просто так, ведь где еще Солнце будет так заботливо окутывать тебя своими лучами? Невероятно чистый воздух и завораживающие пейзажи, сама природа в каждом своем проявлении готова позаботиться о нас и наполнить здоровьем, умиротворением и гармонией. А какие здесь бесподобные продукты? И кстати о еде. Традиционная кухня Мальдив гармонично сочетает в себе кулинарные индийские, тайские и китайские традиции. Как правильно приготовить тунца? Какие главные традиционные блюда мальдивской кухни должна уметь готовить каждая хозяйка? И что такое мастер-класс от лучшего шеф-повара Мальдивских островов? Путешествие на Мальдивы Это уникальная возможность не просто увидеть экваториальный мир и насладиться прекрасным отдыхом. Соприкосновение с природой этого удивительного места позволяет глубже познать истоки вселенской мудрости. Что вам известно о жизни в пучине океанских вод? После этого выпуска, друзья, вы точно узнаете больше. Ведь мы сегодня расскажем вам все о морских дьяволах или скатах манта. Кстати, наблюдение за подводным миром Индийского океана на Мальдивах является одной из главных достопримечательностей для туристов. Если вы задались целью увидеть скатов во время отдыха на Мальдивах, вы их непременно увидите. Обычно гиды курортов знают о местах скопления морских дьяволов и организовывают морские прогулки в нужном направлении. Печально, но океанические скаты манты совсем недавно были занесены в Красную книгу. Почему и что собой представляют эти удивительные животные подводного мира Индийского океана, смотрите прямо сейчас. Друзья, всем привет! Вы смотрите Европа Плюс ТВ и с вами Лолита Османова. Мы продолжаем наше красивое путешествие. Мальдивские острова богаты своим подводным миром, особенно возможностью понаблюдать за скатами. И сегодня я вам расскажу об одном из самых умных видов скатов. Это манты или морские дьяволы. Они могут достигать до 7 метров ширину. Вы только себе представьте 7 метров ширину. И сегодня у нас есть уникальная возможность отправиться со мной на поиски этих морских гигантов. Ну что, отправляемся? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, что вы сегодня с нами и готовы ответить на все интересующие нас вопросы о мантах И мой первый вопрос будет, все же манты опасны или нет? Манты совсем не опасны, наоборот, они очень дружелюбны То есть люди могут плавать с ними без какого-либо страха, что они могут напасть, например? Ничего не случится, если вы просто решите поплавать вместе с ними Они действительно очень дружелюбные Иногда они подплывают близко к людям, но не надо бояться их Трогать их нельзя, но может есть еще какие-то правила? Всегда нужно держать необходимую дистанцию с мантами Не стоит вставать перед скатом и закрывать его путь У них должно быть пространство для маневрирования Из-за того, что их глаза по бокам? Да, они находятся по бокам головы и смотрят в разные стороны И если оказаться перед скатом манта, то это морское животное может врезаться в себя А, они все же могут врезаться в человека? Да, потому что они попросту не видят человека Больше как самозащита, да? Еще нужно внимательно следить за своими руками и особенно пальцами Нельзя быстро шевелить ними Если скат будет совсем рядом, он почувствует движение и может среагировать на него Хорошо, это звучит как-то опасно и не опасно одновременно Но, конечно, мы должны соблюдать правила Я бы не сказал, что это опасно У мант даже нет зубов, они даже не могут укусить вас Они очень милые, я люблю их Они не могут укусить, потому что у них нет зубов Да, у них нет зубов Манты достаточно крупные рыбы и питаются планктоном и мелкими рачками Но они все равно не любят, когда их трогает человек Все дело в их коже Когда человек прикасается к их коже, им неприятно Окей, нельзя их трогать, потому что, оказывается, если мы трогаем, мы можем занести инфекцию И они будут заболеть Поэтому очень важно изучать правила перед тем, конечно, как погружаться с мантами Какой самый лучший сезон в месяц для встречи с мантами? Вообще, на Мальтивах нет определенного сезона для того, чтобы поплавать с мантами Самые популярные месяцы у туристов – июнь, январь, февраль, март Многие ездят в июне, июле и августе Но все зависит от места, куда вы хотите ехать Нам сегодня может улыбнуться удача и мы их увидим, да? Сегодня нам очень повезет Я надеюсь, что нам сегодня очень повезет, и мы, наконец-то, поплаваем с этими морскими гигантами Я просто в восторге и не могу дождаться этого Есть ли какие-то атоллы, рифы, где люди могут их встретить на протяжении всего года? Нет такого определенного места, где можно увидеть скатов манта Они очень любят небольшие островки На Мальдивах их можно видеть в течение целого года Вообще, можно много кого увидеть, не только мант, даже китовых акул Особенно в районе Северного Мали, столицы Мальдивских островов Значит, мы можем увидеть и других представителей подводного мира сегодня Да, несмотря на то, что в большинстве своем здесь живут скаты манта В водах океана можно еще много кого встретить Например, в рифах плавают разноцветные рыбки самых разных видов Есть и орликовые скаты, иногда даже можно увидеть маленьких акул Вы сказали орликовые скаты и маленькие акул Они могут быть опасны? Нет, они очень дружелюбные На Мальдивах никогда не было нападений акул на людей Хотя их здесь довольно много Есть даже тигровые Да, но на Мальдивах она не опасная Мне очень нравится, с какой любовью Тамал говорит о морском мире И первое, что нам сказал, запомните, это их мир Это не наш мир И мы к ним приходим в гости Нужно уважать правила Надеюсь, нам повезет сегодня И мы увидим мант Но у меня вопрос Могут ли они летать? Конечно, имею в виду выпрыгивать из воды на несколько метров в длину Вообще, считается, что скаты манта выпрыгивают из воды Когда у них начинается брачный период Они совершают очень высокие прыжки Это просто завораживающее зрелище Но это только теория На самом деле, точную информацию об их прыжках никто не знает Это так мило Еще иногда можно увидеть, как из воды выпрыгивают орликовые скаты и мобулы Мобулы похожи на мант, только они поменьше размера И они выпрыгивают на невероятную высоту Насколько высоко? Примерно на 15 метров Да вы что? Серьезно, это очень высоко Вы это сами видели? Да, я видел Даже не представляю, как это красиво Это просто удивительное зрелище Может быть, может быть, нам удастся убить это своими глазами Я слышала, что у местных жителей была древняя легенда много лет назад Легенда, что манты очень опасные существа И они могут схватить человека, утащить под воду и съесть Это правда? Многие, даже некоторые из мальдивцев, все еще думают, что манты очень опасные Они боятся заходить в воду, потому что боятся их А все потому, что манты очень большие Ну, они действительно не могут причинить вред человеку Они очень дружелюбные, просто люди не знают тонкости их поведения А они очень, я могу сказать, очень застенчивые, спокойные Они даже не умеют кусаться Зачем их бояться? А можем ли мы увидеть их у побережья, у отелей? Часто ли они подплывают близко к курортам? Некоторые манты подплывают совсем близко к пляжам при отелях Они следуют за планктоном, который обычно живет в рифах Поэтому у туристов всегда есть шанс увидеть их в океане И о планктонах Мой друг рассказал мне историю, что однажды он отдыхал на Мальдивских островах И к отеле приплыло очень много планктона И ночью они подсвечивали воду Лазурь Голубым свечением А это правда Вы видели? Когда и где, расскажите Это тоже зависит от сезона Сейчас как раз то самое время Я видела только фотографии Ночью можно увидеть много светящегося планктона Если вдруг ты решишься заняться ночью снорклингом То обязательно увидишь голубое свечение планктона Иногда можно не заплывать глубоко и увидеть его около самого берега Представляю, как это красиво! Я была бы счастлива увидеть когда-нибудь Всем известно, что манты очень умные существа Это правда, что они могут узнать себя в зеркале? Да, это правда Манты очень умные животные Сегодня ты увидишь манты и поймешь, что они и очень правда умные Они будут подплывать к тебе ближе и красоваться перед тобой Вот так говоря, посмотри, какая я красивая Я бы очень, конечно, хотела посмотреть, как проводился этот эксперимент с зеркалом Талал, как вы можете описать этот подводный мир? Манты очень умные Испокон веков путешественники со всех краев света Открывали такие изумительные и волшебные уголки нашей планеты Они чувствовали себя самыми счастливыми И как я их понимаю Мне хочется делиться с вами этими эмоциями И наше с вами путешествие только начинается С вами была Лолита Османова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мальдивы Мальдивы – идеальное место для практики йоги, медитаций, наращивания связи с природой и самими собой У океана много преимуществ Шум волн оказывает целебное воздействие на ваши внутренние вибрации А близость к соленой воде в целом укрепляет физическое здоровье Многие отели Мальдив имеют собственные программы и ретриты Позволяющие гостям полностью расслабить тело и сознание Приглашая к себе гуру и мастеров Занятия посвящены тому, чтобы помочь каждому наполниться силой Обрести гармонию и ясно обозначить перед собой новые цели Йога и медитация у океана – это особый источник энергии для восстановления своего ресурсного состояния Спокойная атмосфера Мальдив идеально подойдет для таких практик Всем привет! Я Лолита Османова И вместе с Европа Плюс ТВ мы отправляемся навстречу приключениям Моё авторское шоу «Лолита. Эта красота» поможет по-новому изучить жизнь государств на разных континентах Субтитры создавал DimaTorzok Мальдивские острова И многие другие удивительные уголки нашей любимой планеты Каждый выпуск расскажет о невероятных историях стран, необычных традициях и самобытной культуре И начнем мы наше тревел-шоу с подробного исследования Мальдивских островов Лолита – это красота! Не пропусти! С 1 октября каждое воскресенье в 18.00 Эксклюзивно в эфире Европа Плюс ТВ С 1 октября каждое воскресенье в 18.00 Эксклюзивно в эфире Европа Плюс ТВ Эксклюзивно в эфире Европа Плюс ТВ Эксклюзивно в эфире Европа Плюс ТВ Экслюзивно в эфире Европа Плюс ТВ Эксклюзивно в эфире Европа Плюс ТВ